Всем привет, друзья! С вами Болторез, и мы продолжаем проходить визуальную новеллу Джендо. В прошлой серии мы остались в столовой, куда-то наш друг слинял, и второй наш друг Дон оказался перед нами. Блин, ну и вовремя же он. Я тут все-таки важным делом занят. Зная его игривую натуру, попадаться ему сейчас на глаза никак нельзя. Отмочит еще что-нибудь по приколу. Я отошел в сторонку и присел за один из столиков неподалеку, пытаясь скрыться в кругу обедавших за ним учеников. Так-то лучше, теперь точно не найдет. О, привет, Джеки! Покушать пришел? Да что ж ты будешь делать? Еще ведь и встал, так что загородил мне собой весь обзор. Ага, тип того. Ответил я рассеянно, то и дело наклоняясь из стороны в сторону, в надежде разглядеть, что там творилось у него за спиной. Надо признать, эти его бесконечные занятия спортом шли ему на пользу. Он до того раскачался, что за его массивной широкоплечьей фигурой почти ничего не было видно. Пока я тут отвлекался на всякие пустяки, делегация Санчо уже успела перейти к другому столику и принялась вовсю хозяйничать там. Похоже, решили закрепить полученные знания на практике. Ну вот и отлично, значит пока что можно расслабиться. Убедившись, что объект наблюдения остается в пределах моей видимости, я обратился к Дону, краем глаза продолжая следить за Санчо. А ты чего тут делаешь? Никогда тебя прежде в столовке не встречал. Это потому, что я обычно всю переменную бегаю вокруг школы, тренируюсь. Вот оно как. Клево. Дон ставил руки в бока и гордо выпятил грудь. Ну просто замечательно. Теперь за ним вообще нихера не видно. Я вскочил из-за стола и быстро осознал свою оплошность. Чтоб тебя упустил. Кстати, Джеки, а не хочешь тоже подкачаться? Вдвоем веселей. Слушай, Дон, я тут пока... Я уже было хотел сказать ему, что сейчас не самое лучшее время для этого... Не самое лучшее для этого время, а сам собирался рвануть на поиски Санчо и его прихвостней, но еще не остывшим следам, как вдруг у входа в столовку началась какая-то заваруха. Я обернулся на раздавшийся шум и заметил вдалеке у дверей пять крупных парней. Твердой решительной походкой они направились в дальний конец помещения, и один из них, здоровенный бугай, что-то сжимал у себя в руке. Люди посматривали на них с опаской и явным уважением. Прежде этих парней никогда не видел, потому подобная реакция меня слегка смутила. Я повернулся к Дону и увидел перед собой его помрачневшее лицо. Ты их знаешь? Поинтересовался я у него. Судя по всему, он был чем-то взволнован, что уже само по себе было странно. Хотя я уже и догадывался почему. Какое-то время Дон молчал, затем сухо ответил. Да, ходим вместе в клуб бокса раз в неделю. Бокса? У нас что, есть такой клуб? Сказанное им удивило меня не меньше, чем его реакция до этого. Ни о каком там клубе бокса я прежде ничего не слышал, но Дон мне все объяснил. Если вкратце, то это были его друзья-спортсмены. Ну или что-то вроде того. Вместе они решили учредить в школе свой собственный бойцовский клуб и со временем даже начали проводить в нем спортивные соревнования. Эти ребята были третьей независимой силой в школе и даже Желток со своей шушерой старался обходить их стороной. Кстати, как оказалось, именно к Санчо они сейчас и направлялись. Тот все это время терся в дальнем углу столовки, скрываясь за толпой учеников у кассы. Поэтому я сначала и подумал, что упустил его. Интересно, что это им от него вдруг понадобилось? Чую, что тут что-то нечисто. Да-да-да, ребят. Ну, все вот эти вот группировочки, они же с вами знаете. Да добра не доведут. А группа боксеров медленно подошла к Санчо. Выразив своему лидеру негласную поддержку за его спиной в ряд, выстроилось с десяток человек. Численное превосходство было явно на стороне Санчо. Однако вряд ли кто-либо из подопечных ему парней смог бы противопоставить хоть что-то человеку, продолжительное время практикующему боевые искусства. Сейчас перед ним таких стояло пятеро. Санчо понятия не имел, чем был обусловлен их неожиданный визит и был готов ко всему. Но, тем не менее, он у всех на виду, нельзя допустить ни единой промашки. Ему во что бы то ни стало нужно сохранить лицо, иначе его и так и зря на подпорченной репутации придет конец. Однажды Санчо уже поплатился за свое высокомерие. Понял на горьком опыте, каково это недооценить своего врага. Повторить одну и ту же ошибку дважды? Нет, такое может сделать только дурак или безумец. Ни то, ни другое, ни про него. В столовой повисло гробовое молчание. Никто не хотел делать первый шаг, ведь все понимали, к чему он в худшем случае может привести. Даже ученики, наблюдавшие за стычкой со стороны, могли лишь беззвучно хлопать губами, перешептываясь. И делать ставки, какая же из сторон победит и станут ли они свидетелями начала войны. Но их приглушенный разговор вскоре был вынужден прерваться. Взяв на себя инициативу, Санчо наконец заговорил. А что-то нужно? Один из боксеров, самый крупный из них, который по всей видимости был их лидером, произнес спокойным, но в то же время грозным тоном. «Твоих рук дело!» Договорив, он швырнул Санчо предмет. Небольшой, потрепанный и местами порванный клочок бумаги. Не отводя глаз, ведь сделать это означало бы проявить слабость, Санчо ловко поймал его рукой. Выдержал паузу и заглянул внутрь. Его зрачки расширились. На губах образовалась тонкая, едва подрагивающая линия. Санчо приложил всевозможные усилия, чтобы искорить растущие в нем возмущения и гнев в содержании записки. Никто, кроме Санчо и боксера, которому она предназначалась, не мог знать охранящиеся внутри надписи. И тем не менее, одного выражения их лиц было достаточно, чтобы понять. Наличие этого маленького клочка бумаги с легкостью смогло вывести их обоих из себя и неизбежно спровоцировать конфликт. Какое-то время Санчо продолжал молча смотреть в пустоту. Он прекрасно понимал, что одно неверное сказанное им слово может привести к серьезным последствиям и потенциально развязать никому не нужную войну. В темноте он вдруг начал замечать многочисленные пары глаз. Все они смотрели на него, не отрываясь, выжидая, и тем самым, словно проверяя его решимость на прочность. Раздался характерный хруст бумаги. Санчо сжал кулаки. Испытывающий посмотрел на Альберта, который стоял чуть правее у него за спиной. Он что, решил Альберта отправить на бой с боксером? Затем вернул себе потерянное на миг самообладание и перевел взгляд обратно на боксера, бросившему ему вызов. В этот раз нужно быть осторожнее и умнее. Я отвечаю не только за себя. За моей спиной с десяток парней, чьими судьбами я готов распорядиться. Они обрушат свой гнев на кого угодно, стоит и мне пошевелить пальцем. Но нет. Я не могу их снова подвести. Санчо сделал соответствующие выводы из своего недавнего грандиозного провала. Да, будучи одним из приближенных Тони, он обладал значительной властью в школе. Но одна власть ничего не даст, если ты не готов понести ответственность за собственные поступки. Если Санчо даст сейчас слабину, значит и вся банда, которую он представлял, даст слабину. Просчет непозволителен. Только не во второй раз. Трудно представить, что в таком случае будет его ждать. Но одно можно сказать наверняка, ничего хорошего уж точно. Такова была ситуация, в которой оказался сейчас Санчо. И что самое странное, он даже не догадывался почему. Как, впрочем, и никто из собравшихся в столовой. Время раздумий подошло к концу. Пора отвечать. Итак, Санчо взял всю свою волю и яйца в кулак и тяжело вздохнул. Сделал один короткий шаг вперед. И когда стоявшие перед ним ученики и его приспешники за спиной между собой воинственно переглянулись, заговорил. Пойдем-ка, выйдем. Поговорим. Угу. Ну сейчас, сейчас он там вообще всю, наверное, свою пиздобратью позовет и отхреначат этих боксеров. Никто не знал, кто именно написал эту записку и зачем подбросил ее боксерам. Ни Джеки, ни боксеры и уж точно не сам Санчо, чье имя значилось в ней. Подав Альберту знака «Оставайся на месте», Санчо приказал своим парням следовать за ним. Дон примкнул к группе боксеров, сказав Джеки, что должен поддержать друзей. Толпа зевак, напрочь позабывшая про какой-то там дефицит пирожков в буфете, стала медленно расступаться перед двумя непримиримыми фракциями, пожелавшими разрешить возникший между ними конфликт за пределами школы подальше от чужих глаз. Санчо шел в авангарде вместе с главным из секции бокса. Став падрой для своего протежа Альберта, да и, хотя и в меньшей степени, для всех остальных парней в его группе, он поклялся научить их всему, что только знал и умел. Взять их под свое крыло и защитить от любых возможных опасностей в школе. Такова была его единственная и неизменная цель. И пускай Санчо проявлял свою заботу о подчиненных ему бандитах в слегка эксцентричной, порой даже групповатой манере, «Когда пришло время действовать, он не забыл о некогда данном им обещании и был готов сдержать его, даже если для этого ему вновь придется принять весь удар на себя». Вскоре стук удаляющихся шагов окончательно стих вдали. И опустившаяся на столовую гнетущая тишина уступила место привычным для этого времени суток радости и уюту. Но был один человек, о котором по стечению обстоятельств все незаслуженно забыли. И хотя никто, кроме него самого, об этом даже не догадывался, он был единственным, кто смог извлечь из сложившейся ситуации ощутимую пользу. И как вы думаете, кто? Хм, как интересно. Неподалеку вдруг раздался чей-то задумчивый голос. Я обернулся и увидел перед собой отрешенное выражение лица Эндрю. «Да, конечно, Эндрю, скорее всего, как раз-таки и написал эту самую записку, чтобы всех из столовой выгнать». «Да, как я и думал», – произнес он после того, как в кои-то веки обратил на меня внимание. «Твоих рук дело?» – поинтересовался я, кивнув подбородком в сторону тех столиков, где минуту назад разгорелся конфликт. Эндрю ехидно ухмыльнулся. «Ну да, ну конечно». «А ты-то о чем? Я тут уже давно стою». «Да-да-да, конечно». Признаться, я и не рассчитывал получить от него честный ответ. Ну вот, а из услышанного уже смог сделать некоторые выводы. Правда, я мог лишь гадать, на кой черт ему понадобилось проворачивать настолько опасный трюк, да еще и в столовке у всех на виду. Спрашивать было бесполезно, и я уже и так знал, что он ответит. «Что-то типа того «скоро само знаешь» или «я не хочу портить тебе сюрприз». «Даже утруждать себя расспросами не стану». «Не парься», – вдруг произнес Эндрю, словно прочитав мои мысли. «В смысле? Ты это о чем?» – поинтересовался я у него, недоумевая. «Не мог же он и правда их прочитать». «Ничего не будет». Я удивленно на него уставился. «Не понимаю, чего именно не будет-то? Он сделал это просто так или что?» «Немного перетрут за школу и разойдутся, как ни в чем не бывало. Дальше дело не зайдет». Ну, как оказалось, он имел в виду недавнюю заваруху. Какое интересное заявление. Я серьезно призадумался над ним. Но все равно не смог понять, почему он так решил. «А с чего ты взял?» По мне, так выглядело все предельно серьезно. На лице Эндрю расползлась циничная ухмылка. «Очевидно, ни одна из сторон не хочет лишних проблем». Хм, я нахмурил брови, сделав вид, что уловил ход его мыслей. Но он довольно быстро меня раскусил. Когда две враждующие группы сторонятся друг друга, и стал вымученно зачитывать свой доклад. Короче, им куда легче избегать крупных стычек. А если уж совсем не повезло и вдруг чего произошло, все сгладить и разойтись без ощутимых потерь. «Тогда нафига они устроили это представление?» «Поинтересовался я, все еще не до конца понимаю смысл происходящего». Эндрю посмотрел через плечо на место, где недавно сошлись группы Санчо и боксеров, и, пожалуй, плечами добавил. «Ну а что еще им оставалось делать?» «Не обниматься же у всех на виду». Логично. Выходит, обе группы все прекрасно понимали, но при этом делали вид, что собираются биться насмерть. Интересно. Но все равно нихера не понятно, на кой черт ему это понадобилось. Эндрю посмотрел на стенные часы и снова обратился ко мне. «Я дам знать, когда придет время сделать следующий шаг. Пока что можно немножко расслабиться». Затем по-дружески похлопал меня по плечу и скрылся из виду так же незаметно, как и появился до этого. О, блин! Что же он там такого задумал? Хотя вряд ли я об этом раньше времени узнаю. Можно, конечно, за ним проследить, но нет, это чересчур. Лучше подожду. Я посмотрел на часы, до урока еще оставалось порядочно времени. Перекусить успею. Я заказал себе сегодняшнее фирменное блюдо – овсянку с молоком и сел за свободный столик неподалеку. Вот что мне в голову пришло. Он же наверняка все это время наблюдал за происходящим откуда-то со стороны. Хм, значит, был в этом мой какой-то толк. И все-таки, что же такого важного он смог там увидеть? Как по мне, так самая обычная разборка в школе. Ну, конечно, не в самом обычном для этого месте, но все равно. Да и тот парень, которого мы собирались вербовать, никак в ней себя не проявил. Никак не пойму. Ладно. Нечего тут сидеть. Пойду потихоньку. Прихватив с собой со стола оставшийся лежать в одиночестве бутерброд с колбасой, я вышел из столовки и уныло побрел в класс, попутно продолжая размышлять на эту тему. Когда мы там уже встретимся-то с нашими девчонками и переговорим с ними, узнаем, что да как. Или все, с ними покончено. К моему удивлению и, пожалуй, счастью, урок естествознания оказался сегодня последним. После него у нас еще должна была пройти матиша. Ну, ее по какой-то причине отменили и наш класс отпустили домой. Чему я, надо сказать, был несказанно рад. В последнее время со мной начало происходить столько всего неожиданного, что даже моя прошлая бурная деятельность в школе не шла с этим ни в какое сравнение. И виной этому был, конечно же, никто иной, как Эндрю. Весь новый движ с его участием напоминал какой-то безумный аттракцион с бесконечным количеством крутых спусков и подъемов, где когда ты уже думаешь, что все, теперь это точно конец, все равно нельзя было расслабляться. Произошедшее сегодняшним утром в столовке было не более, чем обычной шалостью по его меркам. И что самое удивительное, хотя с момента нашего с ним знакомства прошло всего ничего, я настолько привык его выкрутасом, что сначала даже не придал той заварушке особого значения. Занимательное наблюдение. Ну, как и сказал сам Эндрю ранее, в ближайшие несколько дней ничего подобного можно больше не ждать. Небось будет заниматься проработкой своего нового плана по вербовке того паренька. Что ж, лучшего времени, чтобы хорошенько расслабиться и отдохнуть, и придумать нельзя. Я спустился по лестнице, ведущей на первый этаж, и вышел из здания школы. На школьном дворе уже было полным-полно народу. Со всех сторон доносилась веселая болтовня, обсуждение последних новостей и слухов. Некоторые вышли, чтобы освежить голову, прежде чем отправиться в клуб. Домой никто особо не спешил. И неудивительно, если тебе есть чем заняться в школе, то не такое уж это и унылое место. Эндрю мне на это это наглядно показал. Правда, я и раньше не сказать, что безучастно сидел в сторонке. Я отключил голову и размеренным шагом довинулся вперед. Одно хорошо, опустившаяся на город прохлада пришлась как нельзя кстати. Похоже, меня ждет отличная прогулка после очередного насыщенного дня. Покинув территорию школы, я прошел вверх по улице и, как обычно, свернул на развилки и решив вернуться домой через парк. Какая же тут все-таки здоровская природа. Прямо как в Нарнию попал. А ведь если присмотреться, то я начинаю все больше и больше плюсов замечать. Это что получается, потихоньку привыкаю к новому месту жительства? Выходит, что так. Как-то странно. Прошло-то чуть больше месяца с момента переезда. Не думал, что это так быстро произойдет. Похоже, со временем свыкнешься с чем угодно. Все в голове. Не переставая любоваться красотами здешних мест, я продолжил свой путь. Как вдруг остановился, заметив впереди одного моего старого знакомого. Вот же блин. И ведь как назло, никого нет рядом. Да, попал так попал. Я отошел в сторонку осторожно, чтобы ненароком не привлечь к себе лишнего внимания. И, спрятавшись за деревом, украткой выглянул из-за ствола. Ребята, кто же, кто же это перед нами? Впереди, прямо посреди улицы, озираясь по сторонам, словно инспектор на посту, стояла она. Девушка по имени Лиза. Ну, и что мне теперь делать? Развернуться и назад в школу пойти? Не, не вариант. Получается, только вперед. Чего же она там все стоит? Ждет кого? Хотя она вряд ли выглядит так, будто она что-то потеряла. Прямо как тогда, на озере. Я на всякий случай осмотрелся по сторонам мату. Мало ли может, где в листве замечу ухмыляющуюся физиономию Эндрю. Это, кстати, как раз было бы в его стиле. Но нет, видимо, не в этот раз. Ну, блин. Тут на меня нахнули воспоминания о случившемся той ночью поцелуе. И сразу же последующий разговор с Эндрю о том, что нужно про него забыть. Значит, это все ради оценки получше. Я пожал плечами. Звучит правдоподобно. К тому же, зачем Эндрю мне врать? В этом нет никакого смысла. Вот только есть одна проблемка. С тех пор прошло уже несколько недель, а мы с Лизой так за все это время ни разу и не поговорили. И вот, стоит она теперь передо мной одна, и вокруг никого нет. Я зачем-то оглянулся назад. Наверное, в надежде увидеть там рвущегося, мне на помощь. Да кого угодно! Но, само собой, этого не произошло. Джеки, это ты? Зато я услышал раздавшийся голос у меня за спиной. Вот уж интересно, кому же он мог принадлежать. Ведь нас тут только двое на всю гребаную улицу. Я медленно, очень медленно обернулся. Не ожидал от тебя здесь увидеть. Уж поверь, а как я-то тебя не ожидал. Хорошо, что это были всего лишь мысли в моей голове. Думаю, если бы я озвучил нечто подобное, она бы прямо здесь меня на месте и закопала. И я. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Ну, вот и поговорили. Точнее, вроде бы и друг на друга, а вроде бы и нет. Я вот, например, смотрел на безумно красивый куст чуть левее от Лизы. А куда уж она, херово знает. Но явно не на меня. Идешь домой? Вдруг с какого-то перепугу поинтересовалась Лиза. Ну, да, типа того. Вот как. Я тоже. Ого, клево. Интересно, к чему это она? Может, тогда пойдем вместе? До меня не сразу дошел смысл сказанных ею слов. Подождите. Она что, правда хочет, чтобы мы вместе с ней пошли домой? Ну, и что еще мне оставалось сделать? Пришлось согласиться. Ну, а как бы, а в чем проблема-то? Видишь, девчонке похуй на оценку, и как бы она хочет и с тобой время провести. В чем проблема? Как учеба. Да, ничего так. А у тебя? Тоже хорошо. Мы уже какое-то время шли вместе. Казалось так долго, что если бы в момент нашей с ней встречи начался ледниковый период, он бы уже успел несколько раз закончиться. Время от времени между нами повисало неловкое молчание. Изредка оно прерывалось. В основном, когда Лиза или я спрашивали друг у друга какие-нибудь пустые, ничего не значащие вещи. Поговорить нам особо было не о чем, да и не то, чтобы у меня вообще изначально имелось желание это делать. Ну, вроде как было надо, ну и, в общем-то, да. Время все шло и шло, а дорога никак не хотела заканчиваться. Вдруг Лиза сильно замедлила шаг. Я посмотрел вперед и сразу понял, почему. Развилка. Понятно. Наверное, живет в другой стороне. Что-то случилось? Я немного не понял, к чему был этот вопрос, поэтому ответил максимально расплывчато. Да нет, а почему ты спрашиваешь? Лиза заметно смутилась. Видать, тема была важная. С того дня на озере прошло больше двух недель, а мы с тобой за все это время так ни разу и не поговорили. Приехали. Теперь она и вовсе остановилась. Да еще и такой вопрос задала. Ну и как мне на это ответить? Прости, я просто про тебя забыл? Мой взгляд остановился на могучем дереве, растущем возле разбилки месте, встречавшемся, пожалуй, чаще остальных в нашем мире. Сколько разбитых судеб, сколько сделок с темными силами было заключено на распутьях, подобных этому. И, блин, как же было близко мое счастье. Ведь оставалось-то каких-то несколько шагов, и вот она, свобода. Джеки? А? Да ну и правда две недели? Вот так, да? Кто бы мог подумать, это же просто дофигища времени. Вообще-то эти мои слова были правдой. Всю неделю я только и делал, что тусовался с Эндрю, и чуть реже с Доном, и практически не вспоминал о ней. Вот уж действительно странно. Особенно учитывая наш с ней недавний поцелуй. Похоже, я молчал слишком долго. Лиза заглянула мне в глаза и мягко произнесла. Ничего страшного. Да, обаяния ей не занимать. Такая приятная улыбка. Идем? Погодите. Что это со мной? Я же и только что чуть не улыбнулся. Хорошо, у меня всегда по-другой имелось дружеское напутствие Эндрю. Так бы кто... Так бы кто знает, как далеко все зашло. Я быстренько привел себя в чувства и отбросил всякие глупые мысли, крутившиеся в моей голове. Нет, теперь ты меня так просто не проведешь. Мы продолжили путь под пустые разговоры, а о том о сём стало заметно веселее. Спустя какое-то время вдалеке показались смутные очертания моего дома. Кстати, на развилке мы повернули направо, как раз в его направлении. Ты живешь в той стороне? Спросил я Лизу, показав на него рукой. Да, только чуть дальше. На окраине. О, правда? Это несколько меня удивило. Насколько я слышал, тот район кишел всякого рода отгебьем со всеми отсюда вытекающими. Было даже немного странно, что такая девушка, как Лиза, живет в подобном месте. Слышал, у вас там небезопасно? Хе, совсем нет. Это просто слухи. Вот как. Слухи, значит. Ну, понятно. То-то оно и видно, как каждый вечер эти слухи разносятся по округе. И всё же мне стало любопытно. Помню, ты говорила, что тоже переехала из другого города. Из какого? Ну, не совсем. Я перевелась из другой школы. А, точно. Это я и имел в виду. Я так и подумала. Так, почему ты решила перевестись? Ну, вдруг она неожиданно замолчала. Мне там не нравилось. Многозначительный ответ. Понятно. А ты? Что я? Ну, почему переехал? А, да это всё мои родичи. Никак им на одном месте не сидится. На ответ я... Ответил я уклончиво. Мне не слишком-то хотелось углубляться в эту тему. Значит, они у тебя часто путешествуют? Ну, можно сказать и так. Вновь повисло молчание. Мы с Лизой как раз подошли к моему дому. Остановились друг перед другом и одновременно опустили глаза. Всё это... было как-то совсем уж странно. Не общались друг с другом две недели, потом встретились, поговорили по пути домой о всяких пустяках. Да, прямо как парочка из тех дурацких сериалов, которые смотрел мой батёк, развалившись вечерком на диване. Лиза сделала один маленький шажок вперёд. Её лицо сразу стало каким-то печальным и грустным. Похоже, пора расставаться. Да, похоже, что так. Спасибо, что проводил. Я усмехнулся и указал большим пальцем на здание у себя за спиной. Только получается, это ты меня проводила домой, а не я тебя. А? Да, ты прав. Но всё равно я рада, что нам удалось поговорить. И то верно. Спасибо за компанию. И тебе. Тогда увидимся в школе. Ну, само собой, в одном месте ведь учимся. Хочешь, не хочешь, а уж точно пересечёмся. Да, это точно. До скорого, Лиз. Да, до скорого, Джеки. Ой, хотя бы на чай пригласил, я не знаю, но в самом деле, Джеки. Оказавшись дома, я первым делом зашёл в ванную и умылся. Затем заглянул к себе в комнату, швырнул сумку на кровать, быстренько переоделся и с пустой головой побрёл на кухню, чтобы перекусить. Странно, что-то отца не видно. Обычно в это время он уже приходит домой, может задержался на работе. Я заглянул в холодильник и достал оттуда себе немного еды. Надо бы её сперва разогреть. Так, где же были спички? Точняк, я же их в стол положил. А, вот и они. О, это ещё что? Взяв из ящика коробок, я подошёл к лежавшему на столике у окна предмету. Это был конверт, внутри которого я нашёл письмо и толстую пачку купюр, перетянутые бумажной лентой. Понятно. Мне не нужно было его читать, чтобы понять, что в нём было написано. Значит, очередная командировка. Всё как всегда. Подобная ситуация частое явление в нашей семье, если её ещё, конечно, можно назвать семьёй. Не то, чтобы отъезд отца был чем-то плохим, плюс это уж точно имелись. Как минимум, дом теперь находился в моём полном распоряжении, да и одному мне всё равно комфортнее жить. Жаль только, что мы с ним за всё это время так нормально и не поговорили. Ну, тут уже всё равно ничего не поделаешь. Пойду поем. Так, ребята, походу у нас там вписочка назаревает. Незаметно наступил вечер. Спать ещё не хотелось, и я всё думал, чем бы себя занять. Интересно всё-таки получилось. Моя новая школьная жизнь оказалась совсем не такой, какой я себе изначально её представлял. Ну, главное, весело. И на этом спасибо. Ладно, пойду поиграю немного в приставку. Хоть так убью время. Воткнув провод в розетку, я продул картридж и вставил его в разъём. Раздалась восьмибитная музыка, и на экране замелькали знакомые изображения героев любимой игры. Погнали! Я нажал на клавишу старт. И незаметно наступило утро. И с головой погрузился в игру. Потому что так оно обычно и бывает. Проснувшись ни свет ни заря, я к своему удивлению чувствовал себя отдохнувшим. Обычно я всегда вставал ровно за 10 минут до начала занятий, и этого времени мне было более чем достаточно, чтобы одеться, позавтракать и успеть козвонку. Серьёзно? За 10 минут? Ты что, блядь, флэш? Однако сегодня всё обстояло немного иначе. Я встал на целых полтора часа раньше обычного, и вместо того, чтобы сломя голову нестись на урок, шёл неторопливой походкой и с интересом осматривался по сторонам. Завернув за угол, я увидел вдалеке знакомые очертания школы. Когда я выходил, на часах было около половины восьмого. Мой дом находился неподалёку, да и я никуда особо не спешил, поэтому, скорее всего, до начала занятия оставалось ещё как минимум 15 минут. Вот уж никогда бы не подумал, что приду в школу так рано, да ещё и Осталось только начать делать домашку после уроков и считай образцовый ученик. Усмехнувшись самому себе, я прошёл через главные ворота и оказался на школьном дворе. Тут уже вовсю резвилась ребятня. Они играли в прятки, которые впоследствии переходили в догонялки, а те уже, в свою очередь, в мелкие ссоры и самую настоящую войну. Я пожал плечами. Обычное дело. Школа жизни, как-никак. О, свободная лавка, ништяк. Поток пребывавших учеников становился всё гуще. Насколько мне было известно, на территорию школы существовал ещё один вход, где-то на заднем дворе, если мне не изменяет память. Эндрю в мой первый день, кажется, упоминал о ней, но сам я ни разу не пользовался. Вспомнил я об этом вот почему. Пока я тут сидел и любовался здешними красотами, из-за здания школы начали потихоньку выползать какие-то сомнительные личности. Судя по всему, подопечные желтка. Я присмотрелся повнимательнее и заметил среди них знакомое лицо. Вдалеке под тенью вишневых деревьев шёл один паренёк. Я сразу обратил на него внимание, так как, можно сказать, познакомился с ним совсем недавно. Кажется, его звали Альберт. По крайней мере, именно так к нему обращался тот верзила с расквашенной мордой, пока обучал его тайном разбойничьего ремесла. В руках он нёс пластиковый пакет. Разглядеть его содержимое отсюда не представлялось возможным, да и не думаю, что это было особенно важно. Прошуршав мимо парадной двери школы, он направился к восточной части двора, к месту, где росло несколько яблонь. Я слышал, что ученики по какой-то причине старались обходить их стороной, но вот почему именно не знал. Может, какое-нибудь школьное поверье, типа демона, обитающего в листве или чего ещё в таком духе. Уж не знаю, что там, забыл наш герой. Быть может, хотел испытать себя на прочность, но когда ему оттуда навстречу вышли несколько парней, угу, головори, все сразу стало на свои места. В западной части двора я заметил Эндрю. Он стоял неподалёку от компании весело болтавших о чём-то своём девиц и ни на секунду не отрывал от них своего предельно сосредоточенного взгляда. Хм, так вот он, значит, как прорабатывает свой новый план. Ну, понятно, понятно, не будем его отвлекать, человек делом занят, несомненно, первостепенной важности. Как же, оказывается, здорово иногда приходить в школу пораньше, ещё до уроков здесь уже вовсю кипит жизнь. Так вот, присмотришься повнимательнее и сразу столько всего нового открывается. Но хорошенького помаленьку, пора немного и ноги подразмять, а то потом опять битый час сидеть на стуле. Поднявшись с лавки, я направился ко входу в школу. Там мне на глаза попался Дон. Он вчера так и не появился в классе, я хотел было его окликнуть, чтобы узнать, чем там закончилась их недавняя перепалка с бандитами, но вовремя одумался и одёрнул себя. Дон очень ценил время до начала занятий. Как он сам не раз выражался, его мышцы в этот короткий промежуток растут гораздо быстрее, поэтому звать его сейчас было равносильно самоубийством. Он мне уже и так недавно недвусмысленно намекнул, что ищет того, с кем бы на переменах побегать. А тут ещё и такое удачное совпадение. Мне как раз нечем было занять себя в начале учебного дня. Я бы, может, и не прочь поразмять лишний раз кости. Да вот, только что-то мне подсказывало, что согласившись раз, я заключу сделку с дьяволом и потом фиг от него отмажусь. Подождав в сторонке, пока он отправится на очередной забег, я прошёл чуть дальше по коридору. Эй, Джеки! Как вдруг меня кто-то окликнул из-за спины. Хм, голос какой-то странный. Вроде бы и незнакомый, но в то же время отдалённо кого-то напоминающий. Так и не вспомнив, кому он мог принадлежать, я медленно развернулся, чтобы разобраться в чём там, собственно говоря, дело. Ну, блин. А ей-то что от меня нужно? Встречайте! Ммм, Люси! Одна из девушек, с которыми у нас пару недель назад было назначено тройное свидание. А также одна из тех, про кого я должен был по совету Эндрю навсегда забыть. Вот только как их тут забудешь, когда они постоянно появляются словно из ниоткуда? Надо бы вспомнить, кажется, она тогда всё время тёрлась рядом с Эндрю. Мне вдруг стало любопытно, сказал ли он ей что-нибудь после нашего с ним разговора. Или тоже забыл, как и я. Это и правда ты, а я думала, что обозналась. Люси заговорила первой, и судя по её реакции, нет. Ну ладно, делать нечего, будем здороваться. Привет, Люси, как поживаешь? А? Отлично. А ты? Кажется, мой вопрос приятно её удивил. Вот ведь радость-то. Да, тоже ничего. Что это вообще было сейчас за реакция? Эм, Джеки? Да, чё такое? А ты сейчас занят? Хм, ну, что я как-то не очень расположен к беседе с ней. Странная она какая-то. Я попытался придумать отмазку, чтобы поскорее от неё отделаться, но так и не смог прийти ни к чему вразумительному. Не говори же мне ей, что я спешу на урок. Учитывая мою репутацию в школе, сильно сомневаюсь, что она в это поверит. Можно, конечно, сочинить что-нибудь более похожее на правду, но сбегать от проблем это не про меня. К тому же, может, у неё там ничего особенно важного. Быстренько всё обсудим да разойдёмся по своим делам. Ну, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Да, вроде бы нет. Отлично. Тогда пойдём со мной. Она вдруг вцепилась в меня и силой буйвола потащила за собой. Эй, ты чего? Подожди, куда ты меня тащишь? Здесь недалеко, скоро сам всё увидишь. Мне кажется, она сейчас затащит нас в подсобку, где нас уже ожидает Лиза. Кто бы мог подумать, что в такой с виду хрупкой девушке окажется столько сил. Короче, она привела меня в какое-то непонятное место и, судя по выцвешившей на двери краске, особой популярностью она похвастаться не могла. Сам я тут тоже никогда прежде не бывал. А когда прочитал надпись на табличке, висевшей на двери, то сразу понял, почему. На ней было нацарапано следующее. Библиотека. Ага. Люси селком затащила меня внутрь. Насколько я мог судить, в помещении не было ни души. Дверь за мной, как в фильме ужасов, захлопнулась, и я оказался заперт изнутри. Ну и нафига ты меня сюда привела? Спросил я её, изучая взглядом убранства библиотеки. Сюду стояли стеллажи, стулья и парты для чтения. Библиотека была разбита на множество секций, каждая из которых уделена какой-то одной конкретной теме. Например, по левую от меня сторону находились разделы химии, физики и алгебры, а правая сторона была целиком отведена под художественную литературу. Когда я увидел такое огромное скопление книг в одном месте, мне даже стало как-то немного не по себе. Дома у меня тоже валялось полным-полно всякой всячины, но это место превосходило отцовскую библиотеку в разы, а может даже и в десятки раз. Тут наверняка можно было найти столько всего интересного, какие-нибудь речащие издания старинных книг, манускрипты, гримуар, рукописи или еще чего в таком роде. Да, ничего так себе местечко. Любители книг бы точно слюной истекли, но только не я. Тут в поле моего зрения попала Люси. Видок у нее был тот еще. Уголки губ едва заметно приподняты, глаза сужены. Как-то странно она на меня смотрит, словно мечтая о чем-то или предвкушая что-то. Эти ее большие зеленые глаза похоже вот что имеют ввиду, когда говорят она смотрела мне прямо в душу. Я незаметно глянул, как там обстоят дела у меня за спиной, не попал ли я случаем в логово какого-нибудь психопата-убийцы и заодно проверил все близлежащие парты на предмет холодного оружия. Но ничего подозрительного не нашел. Ух, пронесло. Джеки. Да блин, что за фигня? Давай завязывай нахер. Я уже очень давно хочу тебе кое о чем сообщить. Ой-ой-ой, полегче. Я машинально попятился назад, но Люси была неумолима. Она быстренько приперла меня к стенке. Ну все, попал, можно прощаться жизнью. Сообщить о чем? Интересно, дверь не заперта? Люся ни с того ни с сего вдруг тяжело вздохнула. Кажись, я ее нехило так разозлил, вон как брови нахмурило. Да что с ней вообще такое? Могла бы и в коридоре сообщить. Зачем сюда-то было меня тащить? Нет, тут явно что-то нечисто. Я продолжал следить за ней краем глаза, как бы она чего-то не учудила. А другим поглядывать в сторону в поисках путей отхода. Как вдруг движение. Люси во второй раз за нашу с ней сегодняшнюю встречу тяжело вздохнула и в конце концов произнесла. Я... Я... так тебе благодарна. Чего? Она резко сорвалась с места и тепло меня обняла. Я замер от неожиданности. Эй, ты чего? Как это понимать? В уголках ее глаз появилось по одной маленькой слезинке. После того вечера на озере я столько думала о твоих словах. О моих словах? А... А каких конкретно? Я ей что-то такого сказала и при этом ничего про это не помню. Подожди. После того вечера на озере тут мне вспомнилось. мы же тогда пили ту дрянь безалкогольную наливку, которую притащил к собой Эндрю. Не знаю, где уж он там ее откопал, но на вкус это были те еще помои. После того... После такого имя-то свое забудешь, что уж говорить про сказанные кому-то там слова. Ты, наверное, уже не помнишь. Я сглотнул. Но сказанное тобой задело меня заживое. Неужели и правда сболтнули, чего пока был не в себе. А она поняла это как-то по-своему не так. Ну и как мне теперь из этой ситуации выкручиваться, следующая ее фраза оборвала поток моих безрассудных мыслей. О том, что всегда нужно идти за своей мечтой и никогда и ни за что от нее не отказываться. Вот как. Произнес я выдохнув с облегчением. Так вот из-за чего весь сыр-бор. Фух, ну и заставила же она меня поволноваться. А я-то уж думал она затащила меня сюда, чтобы по-быстренькому завалить. Ну, блин, не помню я, чтобы говорил ей нечто подобное. Люси заметно нахмурилась. И ее помрачневший вид заставил меня задуматься. Похоже, зря я отнесся к ее словам с таким равнодушием. Очевидно, они очень многое значили для нее. Наверное, пока что лучше помолчу и дам ей полностью выигрываться, а потом уже решу, как ответить. Поэтому я твердо решила. На короткий миг ее глаза сверкнули решимостью. Но затем мгновенно потукли вновь. Кажется, я начинаю понимать. Люси наверняка уже долгое время размышляла над тем, чтобы воплотить свою мечту в жизнь. И вот, наконец, по-настоящему решилась это сделать. Для нее это был крайне важный и ответственный шаг. И чтобы сделать его, она должна была сама озвучить то, ради чего меня сюда позвала. Я отлично это понимал, ведь сам когда-то делал нечто подобное. Люси хотела сжечь за собой мосты. Не оставить себе другого выбора, кроме как довести начатое до конца. Раз за разом вставать, падая и, несмотря ни на что, продолжать идти вперед. Отважиться на нечто подобное куда труднее, чем кажется. Вот почему я не стал вмешиваться и по этой же причине продолжал ждать, пока она сама не найдет в себе должного мужества, чтобы преодолеть охвативший ее страх. Заглянув мне в глаза, Люси, понимающая, кивнула. Судя по всему, она смогла уловить ход моих мыслей. Извини, что позвала тебя сюда так неожиданно, но я просто обязана тебе кое о чем сообщить. Она мягко улыбнулась. Я уже знал, что должно было прозвучать после этих ее слов. Я кивнул ей в ответ. Джеки, я знаю, мои слова могут прозвучать чересчур малодушно, но поверь, я долго думала и теперь ни за что не отступлюсь. Сколько бы это не заняло времени, как бы трудно это ни было, не важно, я все равно, во что бы то ни стало, осуществлю свою давнюю мечту и стану настоящим писателем. Я тепло ей улыбнулся. Вот как. Значит, это и есть твоя заветная мечта. Действительно, тогда на озере, кажется, именно об этом она и говорила. Делиться с другими своими радостью и счастьем, преодолевать вместе трудности и страхи, развеивать скуку, удивлять других. Все это, несомненно, и было частью ее благородной мечты. Когда я снова посмотрел на Люси, она поприветствовала меня безмятежной улыбкой. Казалось, ее покинули все некогда терзавшие сомнения и страхи и теперь она была готова пройти этот путь до конца. Конечно, я был далек от всего того, к чему она так отчаянно стремилась, но я все равно уважал ее выбор и был рад тому, что она позвала меня разделить с ней этот драгоценный момент. Вижу, ты уже все для себя решила. В таком случае могу лишь пожелать тебе удачи. Увы, без нее ни в одном деле не обойтись. Искренне произнес я. Спасибо, Джеки. Правда. Я совсем не знаю, с чего мне начать. Я усмехнулся. Не знаю, что тебе еще сказать. Я не особо разбираюсь в таких вещах. Люси на мгновение понурило взгляд. Поэтому могу лишь повторить слова, которые сам однажды услышал. Просто начни и никогда не останавливайся. До тех пор, пока не доведешь задуманное до конца. Вот таким вот образом мы поддержали Люси. Очень милая девочка, которая решила стать писателем. Как я и предполагал, Люси позвала меня с собой, чтобы набраться мужества перед тем, как сделать очень ответственный для нее шаг. Подобный жест наверняка показался бы кому-то глупостью или наивной мечтой, но пока я перебивался с братом, чем попало в отсутствие своих родаков, я хорошо понял одно. Человек не способен выжить, да и просто жить без четкого видения будущего, которого он собственноручно пожелал достичь. Или веры, называйте это как угодно, суть не изменится. Ну и странно же. В нашу первую встречу Люси показалась мне самой обычной и наивной девушкой, но ее сегодняшний поступок. Что ж, от нее я ожидал подобного меньше всего. Рад, что хоть как-то смог ей помочь. И неважно, намерена это или нет. Черт, что-то я стал чересчур сентиментален. Никогда не отказывайся от своей мечты, Люси. И тогда, уверен, с тобой непременно все будет в порядке. Золотые слова, золотые слова от Джеки, которые можно посоветовать всем. У нас опять черный экран. Раздался звонок. Раздался звонок и начался урок. Ну, а как там будет, ребят, что и дальше, мы узнаем уже в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока! Пока!